Наташка училась на втором курсе, когда у нее вдруг случилась любовь. Она увидела Сергея на дискотеке. Вернее, он первый ее заметил. Подошел и пригласил на медленный танец. Высокий брюнет, от него так приятно пахло мужским одеколоном. Наташа робко положила руки на его широкие плечи. Он взял ее за талию. Сердце девушки дрогнуло. А когда он пошел провожать ее до общежития, щеки Наташки полыхали от смущения и радости одновременно. Такой парень держит под руку. Сергей учился в военном институте на последнем курсе. И частенько вместе с другими курсантами он бывал на этой простенькой студенческой дискотеке в здании пединститута. Здесь столько было девчонок, малинник. Наташа ему сразу понравилась. Да, она была младше. Но такая красавица. Невысокая, прямоточенная фигурка. Волнистые русые волосы. Большие голубые глаза. Сергей немного потерял голову. Любовь их закрутила. Каждое увольнение он уже был под окнами общежития. «Наташа, выходи!» кричал он, глядя в знакомое окно на третьем этаже. И тут же из всех окон выглядывали любопытные девичьи личики. «Это кто там кого зовет?» «Виду», радостно кричала Наташка в форточку. И забросив учебник по философии или методике преподавания русского языка, бежала вниз по лестнице, на ходу застегивая пальто. А потом они гуляли по аллее. Падали и кружили в воздухе первые снежинки. Шелестела опавшая листва под ногами. И так им было хорошо идти вдвоем. А когда слегка продрогшие забегали в кафешку, чтобы согреться с битнем, который готовили именно в этой кафешке, и так вкусно, смеялись и шутили. Сергей гладил руки Наташи. Сидя за столиком, она смотрела на него. Казалось, счастье будет бесконечно. Зима, весна пролетели незаметно. И Сергей окончил институт. Человек военный. Он отправился в горячую точку. Наташа все понимала. Она знала, какая профессия у ее любимого. Но все равно было так больно, что он уезжает. И тревожно, зная, куда он едет. «Милая моя, я буду тебе звонить очень часто», – успокаивал ее Сергей. Хоть у самого кошки на душе скребли. «Тебе учиться всего три года осталось. Время пролетит незаметно». «Я так за тебя переживаю», – сквозь слезы признавалась Наташа. «Сейчас время такое неспокойное. А ты едешь туда. Там же стреляют». «Я же военный», – засмеялся Сергей. «Девочка моя, не думай об этом. Я учился воевать. Ничего со мной не случится». «Ты мне обещаешь?» – спрашивал Наташа, как будто это обещание что-то могло изменить. «Обещаю», – говорил Сергей и крепко прижимал к себе Наташу. Да, они очень любили друг друга. А потом скорый поезд умчал Сергея. Наташа долго стояла на перроне, всматриваясь в хвост поезда, пока он не растаял в вечернем тумане. Она провожала Сергея одна. Его родители жили в глухой деревне, далеко от города. Они не смогли приехать, а только поговорили с сыном по телефону, пожелали ему доброй дороги. Сергей им рассказал, что познакомился с замечательной девушкой. «Мама, папа, я уверен, что она вам понравится. Наташа такая спокойная, простая. Вот закончит институт, и мы с ней обязательно поженимся». «Сынок, ты хоть бы привез ее раньше», – вздохнула мама. «А то ты так расхваливаешь, а мы и не знаем». «Еще привезу», – засмеялся Сергей. «Кстати, я дал ей ваш адрес и номер телефона на всякий случай». «На какой случай?» – со страхом спросила мать. «Мам, ну чего ты к словам цепляешься?» Сергей понял, что зря сказал. «Теперь мать будет расстраиваться и думать о сказанном. Просто я хочу, чтобы вы все общались. У Наташи ведь нет семьи». Она детдомовская? Мама не была рада такой новости. Ее родители погибли в автокатастрофе. Ее бабушка воспитывала. Она умерла, когда Наташа на первом курсе была. «Бедная девочка!» – прониклась мать. «Ну хорошо, пусть звонит, приезжает. Ты ей скажи, хорошо?» Сергей пообещал. И когда они с Наташей созвонились, он рассказал, что родители обрадовались, когда узнали, что их сын встречается с самой замечательной девушкой в мире. «Ну ты скажешь», – улыбнулась Наташа. «Но ей было так радостно. Я к ним летом приеду, где-нибудь в августе». И вот потекли дни один за другим. Сергей нес службу. Наташа, сдав благополучно сессию, устроилась на подработку в ларек, торговать всякой мелочью. Решила немного заработать, а потом к родителям Сергея поехать. Поначалу все складывалось благополучно. Наташа быстро вникла в неизвестное ей до этого ремесло. Берешь деньги, даешь товар. Сдачу отсчитываешь. Сложнее было по ночам, когда особенно хотелось спать. Однажды часа в три ночи в окошко постучали. «Девушка, два пива», – сказал хриплый голос и протянул крупную купюру. Наташа в тусклом свете лампочки проверила ее, вроде настоящая, сдала сдачу. А утром хозяин приехал за деньгами. «Эй, ворона, у тебя пятитысячная фальшивая», – грубо крикнул он девушке. «Ты как смотрела?» «Да как же», – растерялась Наташа. «Я вроде бы проверяла. Водяные знаки там, радужные полосы переливались». «Вроде бы», – хозяин фыркнул. «Вот, смотри». И он, наслюнив пальцы, потер купюру. На глазах та расслоилась на две части. «В общем, так», – решил хозяин. «С тебя штраф десять тысяч». «Почему десять?», – возмутилась Наташа. «Купюра-то одна?» «А это мне за моральный ущерб», – хмыкнул хозяин. «Да, кстати, паспорт мне дай». «Зачем?», – удивилась Наташа. «Расписку напишем, что ты мне должна». «Да я же еще даже не заработала этих десяти тысяч», – заплакала Наташа. «Ничего, отработаешь», – гадко улыбнулся хозяин. И Наташа с тяжелым сердцем протянула паспорт. Глупая, молодая и наивная девочка. А хозяин ларька ничего писать не стал. Он сгреб Наташин паспорт и сунул к себе в карман. «Вы что делаете? Отдайте паспорт», – вскричала Наташа. «Я пойду жаловаться». «А куда?», – буквально прошипел ее хозяин. «Докажи, что ты у меня работаешь. Ты же неофициально. Это чтобы ты не сбежала. Отработаешь долг? Отдам. Тебе еще пять смен надо отработать». Осталась Наташа без документа, и денег ей явно не предвиделось в ближайшее время. На следующий день хозяин ларька вновь явился. «Слушай, я же не зверь какой», – улыбнулся он щербатой улыбкой. «Понимаю, что тяжело одной девушке в большом городе. Давай по-хорошему». «Это как?», – не поняла Наташа. «Я сегодня вечером на даче баньку протоплю. Давай вместе отдохнем», – подмигнул он девушке. «Там я тебе паспорт и отдам». «Да пошел ты к черту», – закричала Наташа, оттолкнула этого противного мужика и убежала в общежитие. «Да ну ее эту работу». А там, проплакавшись, решила ехать к родителям Сергея. Он же говорил, что она в любое время может к ним пожаловаться. Она достала листочек с адресом и номером телефона. Позвонить, не позвонить? Девушка колебалась. А как она доедет теперь до них без паспорта? И надо ли напрягать своими проблемами чужих пока для нее людей? В конце концов, решила просто позвонить и поговорить. А там будет, что будет. «Наташа», – как родной обрадовалась мама Сергея. «Сынок так много про тебя рассказывал. Ну, что ты к нам не надумала? А то мы с отцом уже ждем тебя». «Да я даже не знаю. Наташа не ожидала, что вот так сразу посторонний человек позовет ее в гости». «А чего ты не знаешь?» – удивилась мама. «Прыгай в поезд и к нам. А можешь и на автобусе. Он тоже идет в нашу сторону». «Есть автобус?» – обрадовалась Наташа. «А то мне сейчас на поезде сложно. Паспорт потеряла». Решила она соврать. «Да», – радостно затарахтела мама. «На трассе аккурат нашей деревне остановку делает. Позвонишь, мы с отцом встретим». Наташа решилась. Нет, она не собиралась занимать денег. Просто хотела немного привести мысли и чувства в порядок. И была еще одна причина, по которой ей обязательно надо было встретиться с родителями Сергея. А деньги? Ей должна была скоро прийти выплата. Пенсия по потере кормильцев. Она ее получала, пока в институте училась. Как раз вернется из поездки и отдаст этому ненавистному, похотливому хозяину ларька. Отдаст и больше не видеть его. На автовокзале было многолюдно. Наташа нашла свой автобус, заняла место у окна. Ехать почти десять часов. Долго. Но вообще девушка нормально дорогу переносила. Но в этот раз что-то худо ей было. Укачивала. Даже автобус несколько раз приходилось останавливать. Не переносите автобус, так ездили бы на поезде, недовольно заметил водитель. А бабушка, сидящая рядом, участливо смотрела на Наташу и только улыбалась. А когда, наконец, поздним вечером мелькнул указатель Ивановка, и девушка облегченно вздохнула и направилась к выходу, старушка шепнула ей напоследок. «Удачи тебе, милая, тебе и малышу твоему!» Девушка на секунду застыла и густо покраснела. Как эта бабушка поняла? Неужели только ее укачивает в автобусах? По глазам вижу, дитя ты носишь. Так же тихо шепнула старушка и перекрестила ее. Наташа только благодарно кивнула и выскочила из автобуса. Наконец-то свежий воздух. Наташа не могла надышаться. А в голове крутились последние слова пожилой женщины. «Дитя ты носишь». Наташа уже знала, что в положении. Сергею она пока ничего не говорила. Да, последняя их ночь не прошла бесследно. Наташа решила вначале поговорить с мамой Сергея. Она женщина. Да и понятно сразу будет, нужна ли Наташа с ребенком родителем Сергея. Больше ведь ей некуда податься. «Наташа, ты ведь Наташа?» Услышала девушка женский голос. Обернулась. Навстречу ей бежала еще не пожилая, миловидная женщина, чуть старше сорока лет. Рядом с остановкой притормозил старенький жигуленок. И из него выглядывал мужчина, очень похожий на Сергея, только старший. Ирина Викторовна и Иван Петрович встретили Наташу как родную. И баньку истопили, и стол накрыли. Сидели они допоздна, и все общались, общались. Хорошие родители у Сережи оказались. Но в тот вечер Наташа так и не решилась на откровенный разговор с мамой. А на следующий день, наконец, осмелилась и все ей выложила. Срок уже почти три месяца, и она не знает, что делать. Сереже пока не говорила. А что делать, воскликнула Ирина Викторовна. Рожать, конечно. А Сереже пока не говори. Там сейчас так неспокойно. Будет не о том думать. Я тоже так решила, согласилась Наташа. Две женщины посмотрели друг на друга. Да, повезло им. И невестка будет хорошая и мудрая. И свекровка такая же. Да и свекру неплох. Наташа поняла, что зря она переживала. Ее приняли и ребенка примут. Ивану Петровичу Ирина в тот же день все рассказала. Наташа вначале смутилась, а потом поняла. Родным людям нечего друг от друга скрывать. Ты к нам приезжай, напутствовала Ирина Викторовна. Будешь здесь рожать? У нас районная больница хорошая. Ой, а я думала, что к Сереже поеду. Растерялась Наташа. Нет, дочка, вмешался в разговор Иван Петрович. Тебе покой надо. Ребенку догляд. А подрастет малыш, тогда и поедете. А может, и он к нам сможет приехать. Не знаю, что с учебой делать, призналась Наташа. Академ брать, а там видно будет, уверенно сказала Ирина. Наташа поняла, что не бросит ее. Хотела она и про долг свой рассказать, и про паспорт. Да постеснялась. А зря. Решила, что сама все уладит. Пожила Наташа с недели у родителей Сергея. И уехала в город. Пообещала, что вскоре еще приедет. За паспортом ей надо было. Проводили Ирины с Иваном ее до остановки. И поехала Наташа. Опять тот же автобус, тот же водитель. Он даже в лице переменился, когда увидел девушку. Но, к счастью, Наташа за время пути ни разу плохо не стало. В город она приехала ближе к обеду. Отдохнув после дороги, она пошла к банкомату, сняла деньги и направилась к ларьку. Хозяин там должен был быть. Все ему отдаст до копеечки. Наташа уже представляла, как швырнет эти 10 тысяч ему в лицо, когда она заберет у него паспорт. У ларька стоял старенький микроавтобус с тонированными стеклами. Рядом с ним хозяин с какими-то людьми. «Где пропадала, голубушка? Я тебя уж заждался!» – притворно-ласково сказал он ей. «Я вам долг принесла». И Наташа показала деньги. «Паспорт отдавайте?» «Да, долг полтяжом красен», – засмеялся бывший хозяин. А потом вдруг посерьезнел. «В машину полезай?» «Куда?» – не поняла Наташа и попятилась. Но тут же ее подхватили крепкие руки и закинули в тот самый старенький микроавтобус. Куда везли? Сколько? Наташа не знала. От тряски ей стало худо, душно. Она потеряла сознание. Очнулась в темном сыром подвале вместе с другими девушками. «Где я?» – со страхом прошептала Наташа. «Ничего страшного, подруга. Можно сказать, что мы на холодильнике. Как солдаты скоро придут покупатели». Засмеялась одна. Ее шутку подхватили другие. От их смеха Наташе стало жутко. Она поняла, что попала в рабство. Подлец – хозяин ларька. Наташа только сейчас поняла, что он с самого начала все устроил. Через несколько часов ее затолкали в другую машину и куда-то вновь повезли. Девушке было очень дурно. «Выкинуть ее надо. Больная она, что ли?» – ругался водитель. «Ага, за нее деньги плачены», – отвечал его напарник. «Привезем?» – пусть там решают. Потом они остановились у магазина. Вышли оба. Думали, что Наташа спит или без сознания. Дверь в машине не закрыли. Настолько были уверены, что никуда не сбежит их пленница. А Наташа выжидала. Как только они скрылись в дверях магазина, она осторожно выскользнула из машины и спряталась за угол. А потом побежала быстрее от этого места. Куда бежала, она не знала. Как не знала и того, в каком городе находится. То, что это другой город, было и так понятно. Без документов, без денег, с ребенком под сердцем. В этой ситуации радовало одно, что с малышом все в порядке. Ведь такие испытания пришлось пережить. «Мальчик, а что это за город?» Спросила она подростка на остановке. Тот, округлив глаза, ответил. «Пьяная, что ли? Или больная?» Наташа поняла, что ее увезли за тысячу километров от ее города. И еще больше от родителей Сергея. А уж где Сергей находится, Наташе даже думать было страшно. Ей вообще было страшно. За себя, за ребенка. Решила идти в полицию и все им рассказать. Бродила она одна по чужому городу. Не знала, куда податься. «Где эта полиция?» У нескольких пассажиров спросила. Те указывали дорогу, при этом как-то странно поглядывая на Наташу. Да, после утомительной дороги она была не в лучшем виде. Да и вообще, это когда магазин спрашиваешь или библиотеку, это одно дело. А когда полицию, другое. Боязно людям. Дело было к вечеру, когда она наконец нашла отделение полиции. Девушка еле держалась на ногах от усталости и голода. В дежурной части она объяснила, что ее насильно привезли в этот город, и у нее нет паспорта. «Девушка», – устало сказал пожилой дежурный. «Вы хотите сказать, что вы ваза или картина, чтобы вас так запросто перевезли из одного города в другой? А вообще, завтра следователь будет, вот и приходите». «А сегодня что мне делать?» – со страхом спросила Наташа. «Вы что хотите, чтобы я вас задержала до установления личности?» Дежурный угрожающе поднялся со стула. «Идите», – я сказал. «Завтра придете». Девушка отшатнулась. Откуда ей было знать, что старому служаке не хотелось портить отчетность? Наташа сидела в парке, была уже ночь. Позвонить бы Сергею. Она наизусть помнила его номер телефона. А чем он ей сейчас поможет? Его родителям? И испортить о себе хорошее впечатление? Да и номера она их не помнила. Наташа решила выбираться самостоятельно. Ладно, она переночует здесь, на лавочке в парке. А завтра утром пойдет в полицию. Пусть разбираются. Уже стемнело. На дворе был август. И ночи уже прохладные. Есть хотелось до жути. Наташа не поняла, как рядом с ней очутилась эта парочка. Вроде бы одна сидела. А тут раз, и с двух сторон мужчина и женщина. Грязные какие-то. Но лица добрые. Возраста неопределенного. Ты чего, подруга, здесь ночевать собралась? Хрипло спросила женщина. Можешь простыть? Спасибо, я сама разберусь. Сдержанно ответила Наташа. Тебе что, ночевать негде? Мужчина, шмыгнув носом, с интересом уставился на девушку. Негде. Неожиданно для себя призналась Наташа. И тут ее как прорвало. Двум этим незнакомым людям она рассказала, что случилось с ней за последние двое суток. Бедный ты ребенок. Искренне пожалела ее женщина. Пойдем к нам. Мы тут живем в заброшенном доме. Наташа оробела. Точно. Бомжи. Да не бойся ты нас, понял мужчина Наташу. Мы бомжи, но люди, а не собаки какие-нибудь. Это Надя, а я Павел. Она бывший фармацевт, а я на заводе работал. Вместе живем года два, как нас черные риэлторы из своих квартир выгнали. На улице и познакомились. Выбирать Наташе не приходилось. И она пошла с новыми знакомыми. Неподалеку был тот самый дом. Старый особняк. Наверное, позапрошлого века. Только теперь развалившийся. Зато подвал был в хорошем состоянии. Здесь Надя и Павел обустроили свое гнездышко. Два старых дивана, облезлый стол. Печка, что-то вроде буржуйки, на которой готовилась нехитрая еда. В углу стояло ведро с водой. Это для питья, еды и мытья. Как могли эти люди старались не потерять человеческий образ? А как вы тут зимой живете? Удивилась Наташа. Холодно же. Ничего, наша буржуйка исправно работает. Засмеялась Надя. Она достала из-за пазухи кусок колбасы и хлеб. Павел начистил картошки. И вот уже в закопченной сковороде жарились картошка с колбасой. От одного запаха кружилась голова. Внезапно Наташа почувствовала себя дурно и еле успела выскочить на улицу. Да, девка беременная еще, догадалась Надя. Вот тебя угораздила. Наташа была готова расплакаться. Новые знакомые утешали. Потом девушка поела и заснула тяжелым сном на старом диване, укрытая протертым пледом. А утром Надежда предложила ей пожить у них с Павлом. Ты не переживай. За постой денег не возьмем. У тебя их нет и у нас тоже. А тебе возвращаться надо. Думаешь, в полиции будут разбираться? Тем более, те бандиты явно тебя ищут. И не удивлюсь, если в полиции у них свои люди. Схорониться тебе на время надо. Живи у нас. Но я же беременная. Наташа не знала, что делать. А я все обдумала, кивнула Надя. Мы с тобой будем на свалку ходить. Пластик собирать, бутылки сдавать. Что на житье, что тебе на билет на автобус до твоего города. Правда, только с пересадками. За месяц соберем. Ну что? А у меня все равно выбора нет. Грустно кивнула Наташа. Она была сломлена всей этой ситуацией. И это казалось лучшим решением. Но за месяц денег они не собрали. Прошел второй месяц, третий. Наступил ноябрь. Наташа никуда уже не выходила из подвала. У нее шел седьмой месяц. В подвале еще более-менее тепло. Какие-то старые кофты и юбки. Напялит их. Надя откуда-то принесла. А на улице скоро зима. Наташа с ужасом понимала, что вдруг оказалась на самом дне. Как так? Что ей делать, когда ребенок родится? Надя советовала подбросить в больницу. Но как она могла это сделать? Это же плод любви их с Сергеем. А однажды она все поняла. Наташа услышала, как шептались Надя с Павлом ночью, думая, что она спит. Это удача, конечно, что она нам подвернулась. Но ей рожать в январе. Она здесь не выдержит, говорила Надя. Ее в тепло, Надя. Что это, буржуйка? Но если мы ее раньше времени отдадим, нам заказчики денег за ребенка не дадут, отвечал ей Павел. Да, ты прав, соглашалась Надя. Слушай, а что они с ней сделают, когда ребенка себе заберут? Да ничего они с ней не сделают. Куда-нибудь на вокзал посадят без памяти и все, жестко ответил Павел. А малыша на себя запишут. А девчонка хорошая, жалко немного ее, вздохнула Надя. Ты себя пожалей, зевнул Павел. Наташа все поняла. Ее малыша хотят продать в бездетной паре. Утром она решила бежать. Но куда? Непонятно. Лишь бы отсюда подальше, да хоть в полицию, которые так пугали ее Надя с Павлом. Наташа вышла из подвала, пробиралась через развалины дома. Павел с Надей куда-то ушли. Внезапно ее нога соскользнула, и она, неуклюже повернувшись, схватившись за живот, упала в какую-то яму. Да, оттуда стон, говорила женщина, придерживая комнатную собачку на руках. Мы гуляли здесь рядом, и я услышала. Женщина стонет, прислушался старик. Надо полицию вызвать. Да уже вызвали, со вздохом сказала девушка. Только они сказали, что это явно какая-то пьяная бомжиха. Приедут, но чуть позже. Ну да, здесь бомжи и живут, кивнула женщина. Но что, они не люди, что ли? Покачал головой старик. И тут к толпе людей подошел военный. Он был в этом городе по делам. Приехал передать письмо родным от товарища. Небольшую посылку. Торопился домой. Что тут за сбор, товарищи? Спросил он весело. Народ ему все рассказал. Да, это она в какой-то яме под фундаментом, согласился военный. Сейчас я попробую. И он, скинув куртку, осторожно спустился вниз. Через несколько минут военный крикнул, чтобы ему помогли поднять беременную женщину. Подбежал парень, старик. Все вместе они достали ее. Наташа, вскрикнул военный, вглядываясь спасенной в лицо. Сергей! Девушка пришла в себя, с трудом открыла глаза. Да, это был Сергей, который приехал по делам. А Наташа ничего не слышал долгие месяцы. Был уверен, что она его бросила. А тут вот она, в старой одежде, беременная. Что с тобой случилось, милая? Сергей был потрясен. Наташа все ему рассказала. Но позже. В тот день она родила девочку, недоношенную, но вполне жизнеспособную. А потом в ее жизни были счастливые возвращения с любимым и дочкой к родителям. Свадьба. Все потом наладилось. И Наташа с дочкой живут теперь в военном городке, вместе с мужем и папой. Учится заочно молодая мама. А о том, что с ней случилось, она почти забыла, вычеркнув из памяти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok